У вас есть какое-то объяснение этой истории трагической? Нет, какое у меня может быть объяснение. Я не знаю, что произошло, то есть кроме того, что я видела и того, что реально произошло с Таней. И это совершенно ужасно, безусловно. И я понятия не имею, кто этот человек, зачем он сюда пришел и что он хотел. — Скажите, вы исключаете тот момент, конечно, говорить об этом рано, а все-таки вы можете вспомнить, какова тема была сегодняшней программы и могло ли это оказать влияние? Может быть, что-то резануло слух этого человека? — Я не знаю, какая была тема сегодняшнего утреннего эфира, где Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев сегодня работали. Я, как человек, который тоже ведет попеременно с ними, с моим коллегой, этот утренний эфир, я знаю, что там бывает не одна тема, а несколько. Это эфир, который длится три часа, понимаете? Поэтому сказать, что там что-то кого-то резануло, это совершенно невозможно. Я знаю, что просто этот человек пришел и резанул Таню, понимаете? И вот это вот все, что сейчас мне важно знать. — А какова система пропуска на «Эхо Москвы»? Каждый может подняться на 14 этаж или нужно получить разрешение от редакции? — Наверняка каждый не может подняться. У нас есть охрана, которая сидит внизу на первом этаже. Это охрана всего этого здания. И у нас есть охрана, которая сидит на нашем этаже. И этот человек, который сюда пришел, он вначале на первом этаже брызнул газовым баллончиком, причем так основательно брызнул. Я видела потом этого охранника ему в лицо. Ему оказывали помощь. Он не мог ничего сделать и очень переживал потом по этому поводу. И потом он поднялся на наш этаж. И здесь просто молниеносно быстро прошел. То есть все это произошло очень быстро. Его сразу же скрутила наша охрана. Он успел еще этим ножом резануть по руке нашему охраннику здесь. Но его сразу скрутили и положили на пол. Слава Богу, что... — Это сделали охранники. — Да. Слава Богу, что здесь в 12 часов такое время здесь было достаточно много людей. И они успели, по крайней мере, на это быстро прореагировать.